друзья добрый день зовут максим на канале алания жизнь без купюр мы с вами продолжаем тему переезд в турцию в данном видео мы поговорим о районах алании и я вам расскажу про каждый район коротко емко и не менее подробно а вы сами примите решение какой все-таки район вам самостоятельно выбрать для проживания ведь друзья именно вам проживать в этом районе они мне итак друзья что можно сказать про аланию прекрасная жемчужина средиземного моря которая расположена приблизительно на северо-востоке средиземного моря население города алании в районе 400 тысяч человек сам город растянулся вдоль побережья приблизительно на 53 километра мы сегодня с вами поговорим о таких районах как афсалар центр алании район оба район кистели район тасмур район махмутлар район каргиджак и район гимиртаж и так первый район район афсалар района сала расположен приблизительно 23 километрах от центра алании достаточно современный район хорошая инфраструктура население в этом году догоняет уже практически 30 тысяч человек очень много нового жилья вся социальная инфраструктура в этом районе присутствует магазины кафе рестораны школы детские учреждения поликлиники друзья все в этом районе есть очень интересен рельеф местности очень много сосновых пихтовых деревьев воздух просто здесь сумасшедший пляж достаточно длинный подход к нему не совсем удобен так как на первой линии расположены отели по ширине он небольшой но песочек пологий вход в принципе неплохо именно здесь находится знаменитый пляж инжикум с голубым флагом любым место отдыха для иностранцев а также здесь находится прекрасный парк инжикум где можно в тени вековых деревьев отдохнуть пожарить мясо половить рыбку принять водные процедуры в общем район достаточно тихий публика в районе абсолютно разное здесь присутствует и граждане и страны снг граждане европы он очень активно в данный момент застраивается и я не побоюсь у вас этого слова что через год через два населения афсалара вырастет ну минимум как население одного из следующих районов махмутлара итак друзья следующий район это район дамлатаж это один из центральных районов и давайте поговорим о нем прекрасно район именно здесь находится знаменитый пляж клеопатра инфраструктура района удовлетворит требования самого изысканного жителя либо туриста это район который полюбили не только иностранцы но и наши соотечественники выходцы из стран снг вся социальная инфраструктура все в этом районе присутствует друзья больницы поликлиники кафе магазины и рестораны этот район полностью подходит для жизни но не забываем что все-таки этот район он для отдыха и поэтому если вы не готовы в летний сезон по вечерам мириться с громкой музыкой в кафе-ресторанах выбирая немножечко дальше района друзья это я сам высоким инвестиционным панциалом а также провинциалом аренды двигаемся дальше следующий район друзья это район оба обу можно разделить как бы на три района это нижняя бак который идет между морем бульваром татюрка и трассы это средняя по который идет между 1 до 400 и объездной дорогой это дальняя бат так называемая благодать не побоюсь этого слова это уже от двух с половиной километров что идет уже за обвезной дорогой что примечательно в этом по районе примечательно то что это большой крупный район со всеми государственными учреждениями также мы знаем что скоро администрация города алании переедет именно в этот район в район оба именно здесь находится знаменитый торговый центр аланию такие крупные магазины как метро различные колледжи учебные заведения школы детские сады базары рынки друзья все здесь есть все здесь есть все здесь присутствует ближний абайт вообще излюбленное место иностранцев мы сейчас находимся с вами на вот таком интересном бульваре который определенное время перекрывается вечером и начинается оживленная торговля распитие кофе музыка кафе и рестораны живая музыка это все на самом деле ближняя оба средняя оба немножечко дальше находится от моря 600 700 метров там уже есть многоэтажное здание тоже буквально вся инфраструктура на каждом шагу оба район достаточно раскидистый не совсем удобный транспортно не совсем удобная транспортно доступность а именно передвижение на автобусах если у вас есть автомобиль если у вас есть скутер то в принципе на самом деле достаточно комфортно опять же повторюсь что ближняя оба это одно из самых популярных мест для иностранцев высокий высочайший арендный потенциал а висона потенциал тоже здесь на самом деле очень серьезный средняя ба много различных уже новых жилых комплексов с шикарной с радостной инфраструктуры средняя ба дальняя ба для поставленных это просто прекрасный вариант опять же повторюсь что публика здесь русскоязычное население а также иностранцы двигаемся дальше итак друзья следующий район куда мы приехали это район тасмур он достаточно вытянут вглубь небольшая береговая линия но пляж здесь классный очень плотная застройка многоэтажных домов новых домов достаточно немного но основная часть расположена вдоль реки дим чай я оставлю сейчас около речки даже есть какая-то небольшая прохлада но на улице плюс 27 градусов сейчас друзья что можно сказать еще об этом районе я на самом деле все-таки назову это район спальня почему потому что по первой линии идут все-таки отели вторая линия уже какая-то инфраструктура начинается а вглубь идут уже многоквартирные дома и буквально 300 400 метров от моря и уже тихо спокойно и достаточно комфортно да подойдет ли это район для постоянного проживания я думаю до метров 400 500 от моря самая идеальная локация либо локации которые идут доля реки дим чай что с левой стороны в районе тасмура что с правой стороны в районе кистеля прекрасные виды прохлада тишина и умиротворения следующие друзья район следующие друзья район это район кистель достаточно протяженный кстати друзья если подробнее хотите посмотреть видео про районы на канале на плейс-листе района лани мы рассказали более подробно про каждый район что примечательно сказать да здесь только малоэтажная застройка именно в этом районе находится русская школа классик м именно в этом районе находится университет имени аладдина кейкубат и достаточно спокойный тихий район прекрасная береговая линия очень все ухожено иностранцы европейцы да это тоже публика которая здесь постоянно проживает идеальный выбор для постоянного места жительства из цель него боюсь этого слова друзья если выберите не пожалеете инфраструктуру конечно не такая насыщенная как махмуд лари но тем не менее друзья все есть для спокойной комфортной жизни ну вот друзья мы находимся в районе махмуд лар это 12 километров от центра махмуд лар считается русскоязычного района почему потому что здесь в основном не побоюсь слова друзья проживают граждане граждане из бывших стран снг что можно сказать район прекрасные понятны четкие чистые ухоженные со всей социальной инфраструктуры магазины детские садики школы кафе и рестораны службы быта то есть махмуд лари есть все друзья не надо есть ни в аланию никуда не в центр все можно найти в этом прекрасном районе этажность застройки здесь 12 этажей даже выше стоимость недвижимости и аренды писал ниже чем предыдущем районе кистеля пляж не совсем жалуюсь махмуд лар достаточно скалистый есть плиты не всегда удобный вход в воду но теме и друзья в не побоюсь этого слова быстро приезжайте на пляж а жить постоянно очень интересный рельеф местности сзади меня горы пешие маршруты велопрогулки друзья очень интересно очень много дороже там интересных вдоль гор поэтому посмотреть на утичную жизнь почему-то старые постройки старые дома очень интересно вот 500 и 700 метров и дач для постоянного места жительства это будет идеальная локация почему то что не забываем все-таки это курортное место и махмуд лар в том числе и вечерние рестораны громкая музыка и так далее не всем понравится ну а чуть дальше ближе горам да друзья потише и по суше встречи ранен друзья район каргаджак для тех кто любит тишину природу уединения это район именно для вас в районе каргаджак малоэтажная застройка очень интересный рельеф местности горы холмы все дома лежат каких-то лощинах пригорках очень много различных вилл очень много каких-то хороших достаточно дорогих жилых комплексов и прелесть в том что в большинстве этих комплексов есть прекрасные видовые характеристики друзья для тех кто там не знаю интроверт для тех кто любит тишину кто не любит людей друзья вам именно в каргаджак друзья но помните что инфраструктура здесь не особо развита друзья это все перспективы и вам обязательно нужен какой-то транспорт почему потому что пешочком друзья вы не находитесь для тех у кого все это есть автомобиль желание находиться наедине с природой друзья каргаджак это тот район который именно для вас есть вас не пугает два три четыре километра от моря добро пожаловать сюда что касается пляжа района каргаджак то не побоюсь это слово он шикарный итак друзья и мы доехали до конечной нашей точки район димертаж он находится буквально в двадцати трех километрах от центра аллани друзья но это самый отдаленный район со всеми вытекающимися со всеми вытекающими последствиями он достаточно раскидистый много даже застройки мы практически не видим да есть комплексов вилл комплексы каких-то различных сетей район на перспективу скажем так самая недорогая недвижимость самый низкий потенциал аренды лет на пять да здесь будет сад друзья но пока здесь тихо сейчас мы находимся на единственной торговой улице которая здесь находится да в принципе все есть для тихий для спокойной и комфортной жизни в принципе достаточно опять же все-таки кафе рестораны какие-то лавочки находится буквально в двух с половиной километрах от моря да не совсем удобно поэтому друзья рассчитывайте свои силы и вам для этого обязательно нужен какой-то транспорт ну вот друзья мы посмотрели с вами различные районы вам жить выбирайте думайте пишите комментарии задавайте пожалуйста вопросы помните что вы сюда приезжайте на постоянное место жительства в аланю а не на пляж почему потому что через определенный период времени вы будете ходить на него также регулярно также регулярно как я раз пять за лето но есть определенный один лайфхак друзья бесплатно хотите быть на пляже раз в день обязательно сводить себе собаку чем здесь по утрам 5-6 утра прекрасно гулять все же воздух народ никого и собака носится как угорелая так вот друзья еще что на что я хочу обратить и ваше внимание при выборе ли при выборе района понятно что для школы есть трансфер понятно что все хотят поближе по центру но опять с одной стороны центр что вы же не будете каждый день ходить в метро в аланье мы кататься на фуникулере поэтому это все относительно опять же кому-то нравится в тапочка спускаться магазин за хлебушком а кому-то кого-то не напрягает 500 метров пройтись прогуляться либо проехать на велосипеде либо на мопеде поэтому все эти вещи которых я рассказал вам друзья берите во внимание все-таки это курортное место если вам нравится потише поспокойнее не жить праздники а приезжать когда он захочется на праздник поэтому убираем района немножко подачи друзья ведь почему потому что там суши тише и спокойнее но друзья следующий у нас видео на тему таможенные правила ввоза в турцию различных предметов предметов быта обихода подписывайтесь на наш телеграм-канал алания жизнь без купюр я с вами прощаюсь всего доброго и пока